77 километров сетей и почти 2 миллиарда инвестиций. Это не просто цифры, это все о новом этапе газификации Алтайского края. Уже через год жители сразу четырех районов получат природный газ. Подробности в сюжете Николая Тихонова. Совсем скоро в Алтайском крае появится новый город. Город для строителей и строителей газопровода, которые приведут природный газ в село Ребриха. А пока мы находимся в Павловском районе. Почему здесь? Да потому что именно отсюда начинается новая эпоха газификации Алтайского края. На строительство магистрального газопровода «Шахи Ребриха» уйдет 13 месяцев. Уже на этой неделе в край прибудет современная техника из Томска. И именно томичи будут строить новую ветку. На эти цели «Газпром» выделил почти 2 миллиарда рублей. Тесная работа краевых властей и руководство холдинга принесла результаты. Вы действительно добились строительства этого объекта. Значит никто не верил. Все-таки вы смогли решить этот вопрос и включить этот предопровод в план строительства. На самом деле сегодня мы стартуем с очень значимым проектом. Мы сегодня, по сути дела, вступаем реально в этап газификации запада, юго-запада края. То, о чем мы так долго говорили с Алексеем Борисовичем, о чем я мечтал и в чем он сомневался, вот сегодня как раз сошлось в практическом деле. Вот так пойдет газовая труба. 77 километров. И как только природное топливо придет в Ребриху, можно смело говорить, что не за горами тот день, когда газ поведут в Славгород и Рубцовск. Новая сеть сможет обеспечить более полутора тысяч потребителей. Причем не только рядовых, но и крупные социальные объекты. Работа с населением должна быть выстроена четко, потребовал губернатор. Нам нужно быть максимально ответственными перед людьми, чтобы не было у нас какого-то напряжения, когда мы обещали в одни сроки, а реально люди получат газ в другие. Зачем обещать то, что не в состоянии выполнить? Вместе с Ребрихой газ получат жители Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов. А пока у них есть время накопить денег на проведение инженерных коммуникаций в свой дом. Хотелось бы, чтобы жители Ребрихинского района все-таки с пониманием отнеслись и воспользовались теми благами цивилизации, которые несет с собой природный газ. В настоящее время начат сбор исходных данных для формирования проектно-сметной документации по строительству ветки на запад и юго-запад края. Это более тысячи километров газовых сетей. Объем инвестиций не менее 35 миллиардов рублей. Но пока все это планы, которые обязательно сбудутся, если голубое топливо будет востребовано жителями края. Николай Тихонов, Иван Сухасыр, Алексей Шаульский. Новости. 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 Продолжение следует...